Пожалуй, только в будний день здесь так малолюдно. В выходные же на Лысой горе яблоку негде упасть. Не зря она считается одним из излюбленных мест отдыха рязанцев. Летом здесь загорают и купаются, а зимой катаются на санках и лыжах. О том, что когда-то на лыжах здесь не только катались, напоминает вот этот трамплин. Стоит он здесь так долго, что многие к нему уже привыкли и перестали замечать. А некоторые даже не подозревают, что это за конструкция. Вы знаете, нет, не знаю. Нам удалось выяснить, что трамплин здесь был построен еще в 1959 году. Тогда Лысая гора называлась Гремячей, по-видимому, из-за обилия гремящих у ее подножия родников, а трамплин был деревянным. На нем, активно осваивая новый вид спорта, тренировались в прыжках лыжники-двоеборцы. Студенты из рязанских вузов тоже приезжали сюда на тренировки, которые приносили свои результаты. Рязанцы регулярно занимали первые места на соревнованиях в разных городах Центральной России. Старый деревянный трамплин в Саочи просуществовал до 1974 года. В конце 70-х годов, при подготовке к Олимпиаде 80, по всей стране массово строились различные объекты для спорта. И Саочинский трамплин также попал в эту программу. Был разработан проект, однако возведение его, сами материалы, все поставлялись за счет хозсредств от различных организаций города Рязани. Правда, с нового трамплина не было сделано ни одного прыжка. По всей видимости, при проектировании была допущена ошибка. И если предыдущий деревянный трамплин был рассчитан на 30-метровый полет, то дальность прыжка с этого трамплина должна была составлять 45 метров. Но склон заканчивается раньше, и, соответственно, лыжники должны были бы приземляться в районе береговой полосы, что, естественно, небезопасно. С тех пор эта железобетонная громада так и стоит на Лысой горе, нисколько не украшая пейзаж и не принося никакой функциональной пользы. Вид с нефункционирующего трамплина открывается чудесный, однако уподобляться нам и забираться сюда все же не стоит. Это опасно. А вот если бы здесь сделали, ну, скажем, оборудованную смотровую площадку, было бы действительно здорово. О том, что с этой громадой нужно что-то делать, говорят и сами отдыхающие. С вашей точки зрения, то, что он здесь вот в таком виде стоит, не функционирует, может, можно было бы его под что-то другое... Снести. Снести. С вашей точки зрения, самое разное. А зачем он нужен? Можно что-нибудь сделать, площадочку смотровую или вообще его доделать. Ну, или уж на худой конец лучше разобрать. Либо снести, либо сделать, чтобы он функционировал, либо как-то перестроить его, наверное. Потому что в таком красивом месте стоит какая-то рухлядь, по-моему. Когда-то во внутренних помещениях трамплина работал тир. Было время, что на одной из внешних стенок организовали скалодром. Ну, а сейчас его все чаще называют памятником бесхозяйственности. Даже выяснить, в чьем ведении он сейчас находится, нам, увы, не удалось.